Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Специалисты, занимающиеся подбором автомобилей с пробегом, советуют отложить покупку поддержанного авто на полгода и более Причин для этого несколько Ограниченный выбор, завышенная цена, сомнительное состояние Как информирует газета РУ, добросовестные подборщики сейчас тратят на поиски подходящих вариантов в несколько раз больше времени, нежели было до скачка цен Зачастую продавцы предлагают купить откровенный хлам, причем по верхней границе рынка Если говорить о конкретном сегменте, автомобиле с ценником от полутора миллионов рублей, то за последний год они постарели на пару лет Трасса 101 В этом году в нашей стране может возобновиться официальная продажа автомобилей Opel Astra в кузове хэтчбэк Модель покинула Россию из-за низкого спроса в 2015 году Сколько она будет стоить, пока неизвестно В Германии за Astra последнего поколения просят минимум 22,5 тысячи евро, что по нынешнему курсу равно 2 с небольшим миллионом рублей Линейка моторов будет состоять из бензиновых турбированных агрегатов Сейчас Opel представлена в нашей стране шестью моделями Трасса 101 А Mitsubishi готовится к запуску производства Outlander следующего четвертого поколения Собирать кроссовер будут в Калуге Главное отличие новинки от предшественника – это другая платформа с задней многорычажной подвеской В линейке двигателей появится 181-сильный бензиновый агрегат объемом 2,5 литра Трансмиссия – вариатор японской фирмы Jatka Сейчас Outlander комплектуется бензиновым мотором мощностью 146 либо 167 лошадей Минимальный ценник составляет почти 2 миллиона рублей Трасса 101 Американский союз потребителей составил традиционный рейтинг лучших и худших автомобильных марок При формировании перечня учитывались, к примеру, такие факторы, как результаты краш-тестов Удовлетворенность владельцев – предполагаемая надежность Тройку лидеров составили Subaru, Mazda и BMW Чуть-чуть от них отстали Honda, Lexus и Audi Самые проблемные Янки признали продукцию компаний Mitsubishi, General Motors и Jeep Трасса 101 Не очень распространенный в России автомобильный бренд Isuzu напомнит о себе новинкой С марта японцы запустят у нас продажи рамного внедорожника MUX второго поколения Стоить он будет в районе 4 миллионов рублей Машина достигает в длину почти 5 метров Двигатель дизельный, объемом 3 литра, мощностью 190 лошадей Трансмиссия – шестиступенчатый автомат В списке опций присутствуют дистанционный запуск мотора Интеллектуальная система управления светом Система помощи при парковке Настраиваемый ограничитель скорости На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин